Полуторагодовалая Лола терпеливо лежит в ногах хозяйки с капельницей в лапе. И так уже третий день. Бернский зененхун слегка рычит и печально смотрит на окружающих. Несколько дней назад, играя на собачьей площадке, девочка получила укус клеща. Сейчас у нее подтвержденный пероплазмоз, а это заболевание очень опасно для собак. Благодаря своевременному обращению к специалистам, у животного быстро появилась положительная динамика. Поэтому хозяину важно сразу обращать внимание на симптомы. Симптомы пероплазмоза, на которые стоит обращать внимание, это температура под 40, слабость тазовых конечностей, иногда полный порез конечностей происходит, желтучность слизистых, мочать цвета темного пива. То есть это классические симптомы, которые, к сожалению, на сегодняшний день могут отсутствовать и все равно на вялое состояние апатичное животное стоит обратиться к врачу для диагностики. Это не единственный случай укуса клеща. Сезон активности этих членистоногих начался с наступлением теплой погоды и продолжится до ноября. Опасность встречи с ними в том, что они могут переносить различные заболевания. После укуса иксодового клеща инфекция через слюну передается в течение двух часов. Именно поэтому следует серьезно относиться к профилактике. Существует ряд профилактических обработок, которые мы рекомендуем проводить в начале до начала сезона. Это капли на холку, ошейники, спреи и таблетки в виде жевательного мармелада. Стоит отметить, что обязательно нужно учесть массу животного и обрабатывать на местах, недоступных к слизыванию. Встречи с клещами могут быть опасны и для человека. Среди основных заболеваний – клещевой энцефалит. Он, правда, давно не регистрировался на территории Подмосковья. И боррелиоз – болезнь лайма. Важно не допустить контакта. Использование репеллентов. Это специальная экипировка. Если человек идет в лес, он одевает специальную одежду с длинными рукавами, закрывает рукава, может натянуть резинку. Одежда желательно светлая. После возвращения из леса, парка и других территорий, достаточно опасных, обязательно проводить взаимые самоосмотры. Не приносить в жилые помещения свежесобранные растения, букеты и так далее. При открытии дачного сезона и походах в лес желательно избегать участков с густой растительностью. Гулять следует только по тропинкам, так как клещи прячутся в траве. Также необходимо выбирать высокую обувь, закрывать шею и надевать головные уборы. В случае укуса клеща необходимо немедленно обращаться в лечебное учреждение. Этого клеща медики снимают, отправляют на исследование и назначают специфическую профилактику. Для получения консультации можно обратиться в службу скорой помощи по телефону 103. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.